Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо всем, что пришли. Очень приятно быть здесь. Я хотел бы сразу представить моего друга, это Денис Попов, потрясающий парабайщик, который помогает мне сегодня. Мы приехали с Анитой Цой в этот город, пользуясь случаем, я благодарю ее за то, что она нас сюда доставила. Мы рады быть здесь. Наверное, мы сыграем что-нибудь для начала, и вы можете задавать любые вопросы, касающиеся бас-гитары, музыки, жизни и вообще чего угодно. Спасибо. А что мы сыграем? Окей. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я специально так громкость убрал, она от руки у меня убралась, от пальцев. Ну и, видимо, это был знак, что пора заканчивать композицию. Спрашивайте. Не по поводу вот этого, то, что мы сыграли, конечно. Спрашивайте, что это было, мы сами не знаем. А вообще, можно спрашивать. Или могу что-то рассказать, как угодно. Расскажешь? Смотри, когда ты сомневаешься на ножке-то свои соло, грунт, какую-то там, массовую линию, ты думаешь намного наперёд? То есть, как бы, или это... По-разному. По-разному, да. Ну, моя игра, как и игра каждого, многих музыкантов состоит из маленьких кирпичиков, которые я между собой совмещаю. Комбинирую. То есть, это набор клише. Просто у каждого он свой, у каждого своё количество. У кого-то мало совсем, у кого-то больше, у кого-то много. Вот. И, конечно, в реальном времени, в быстрых темпах, очень сложно что-то прям придумывать новое. То есть, в принципе, это комбинация того, что ты уже знаешь. Вот. Поэтому я просто занимался маленькими фразами. Именно маленькими. То есть, нет смысла учить там фразы, грубо говоря, на 6-8 тактов. Потому что их сложно будет потом применить. А если ты занимаешься буквально очень короткими, ты можешь их объединять между собой. Вот. Это касается и слэпа, и пальцев, и вообще любого приёма. То есть, допустим, там такая фраза, совсем простая. Сейчас вверх сниму. Да, встали. То есть, это лучше, чем очень длинную какую-то типа. Вот эта вот длинная, она состоит из маленьких сейчас. Вот. То есть, маленькие буквально там. Это уже не очень маленькая. Ну, то есть. Упражнение. То есть, берётся лад и играется, в принципе, что позволяет фантазия. Есть разные пути. Кто-то снимает очень много, кто-то, наоборот, придумывает своё. Вот я снимал с самого начала, много довольно, для того, чтобы понять вообще, как это, по какому принципу всё это строится. И потом, с течением времени, я начал уже, опираясь на теоретическое знание, уже придумывать что-то своё, чтобы не стать, не быть сильно похожим на всем известных басистов. Вот. Вот, поэтому я там особо не снимал Виктора Вутона, Алана Корона и прочих, там, и Маркуса Миллера, чтобы немножко, ну, постараться хотя бы выработать свой стиль. Вот. А поначалу, конечно. А потом лучше берётся, там, дарийский лад, допустим, если, что касается минора. И разыгрывается вообще как угодно, то есть, очень много вариантов, там, секвенции есть. Допустим. Ну, я особо тоже упражнения не играл вот такие, потому что не вижу в них большого смысла, если честно. Потому что, ну, типа вот такие там. Особо это очень, ну, это сложно встретить в музыке. Вот в таком именно виде. Поэтому я не рекомендую играть гаммы, там, арпеджио, то, что, ну, преподаётся. Не будем сдавать. Ну, не сдавайте, это не, ну, нет, сдавать, к сожалению, сдавать придётся, к сожалению, раз уж вы поступили. Вот. Ну, в принципе, если бы я был педагогом, я немножко поменял бы вообще структуру образования, потому что лучше не на это тратить время, а на то, что вам пригодится реально. То есть, ну, нет смысла. Вот я даже не могу, видите, сыграть арпеджио. Я никогда этим не занимался. Ну, то есть, я вот сейчас, поскольку я знаю гриф, я могу его сыграть, но чтобы быстро, там, резво играть арпеджио. Ну, не буду я его играть просто никогда. Я точно это знаю. Только, может быть, в каком-то произведении, но я тогда возьму, да выучу, ничего страшного. Вот. А так гонять гаммы, это довольно бессмысленно занятие на мозге. Потому что лучше играть то, что пригодится уже. Играть те же фразы, играть там грубые, всё что угодно. И они же будут являться для вас упражнением в то же время. Потому что это же всё равно, вы же всё равно играете. Так лучше уж играть то, что вы будете играть реально, там, использовать в своей практике. То есть, там, что касается слэпа тоже, я никогда не сидел там. Ну, я вот отработал там один. Ну, там я сильно не заморачивался, не играл там часами. Ну, научился и очень хорошо. Большое спасибо. Вот это. Я уже, как бы, занимался тем, что я буду играть. Вот, и это всё упражнение в то же время. Вы всё равно развиваете технику. Только вы не просто играете октавы. Которые особо... Ну, так, как бы, если только октавы играть, будет не особо интересно. Поэтому... Поэтому всё, что я играю, это и полезно, интересно, и применимо. И, да, и при... Нет, это ладно. Не всегда, к сожалению. Пока. Вот. И я развиваю технику. Одновременно с этим. Вот и всё. Вот, по поводу, думаю ли я наперёд. Ну, да, в принципе, думаю, но не знаю, насколько наперёд. И всегда вот это зависит от настроения. Бывает, что прям ты способен, там, подумать на 10 тактов вперёд. А бывает, что вообще нет настроения, и там не хочется играть. Ну, это зависит от многих факторов жизненных, там, от ситуации, от сна. От чего угодно. Вот, поэтому, когда совсем ничего не думать, я играю то, что у меня в руках. Когда думать, получается лучше, конечно. Вот. Да? Так же, примерно? Да, я думаю. Антон, а ты вот договорился, что если был педагогом, ну, поменял бы структуру образования. Да, если был бы, давай, прикинем, выше педагога, чтобы ты поменял современной музыкальной российской действительности? Компрометирующий вопрос, письма. Много слов, вопрос конкретный. Какие проблемы ты видишь? Вот ты в одном из своих интервью говорила, да, чем, я не помню, как ты выразился, как углы, что ли там для тебя музыка, тем больше денег будет платить. Чем хуже, да? Да, чем хуже. И на оборудовании этого... Ну, деньги бы не хотелось привязывать так явно, да, но... А придётся. А придётся. Ну, да, надо же как-то жить же, надо как-то. Творчество, искусство и... Ну, для начала, ну, многое что. Ну, это же идёт с самого верха, там, с телевидения, с радио, то есть идёт насаждение просто примитивной музыки. Поэтому люди просто не имеют возможности даже, вот простой народ, который особо не интересуется, он просто не имеет возможности даже узнать, что на самом деле происходит в музыкальном мире. Потому что все европейцы, американцы, все знают Стива Вандера, например, все знают Рея Чарльза, а в России не знает их никто, кроме более-менее образованных людей, музыкантов, естественно, которые интересуются этим. А там это всё в норме, потому что там не крутят то, что крутят у нас. Вот и всё. А как же ты его делаешь? Не знаю. Вот правду не знаю, я сам думаю об этом. Ну, что я могу сделать? Вопрос более такой приземлённый. Вот в системе образования, вот, например, ну, раз у вас подбитарист, например, тот же техзачёт, он обязательно входит в программу, да, значит, например, исключить из него гаммы. Исключить техзачёт для начала вообще. Не все же, например, студенты, вы тоже были студентами, не все же такой творческий потенциал с вами проявляют. Есть те, которые, в которых буквально они попали в эту систему, мы их, ну, доценинать, там, ну, то есть, понятно, на порочных системах. В каком смысле? Ну, потому что людям, которые не проявляют творческий потенциал, в своей творческой профессии делать нечего, понятно, правда. Но они там мучают. Да. Как вы видите, настройку идут. Например, если в том же техзачёте, к примеру, если вместо гаммы, там, тот же 2-5-1, наоборот, да, какие-то... Ну, да, это лучше, конечно. Ну, в каком виде вот это опорить можно было вообще-то? Ну, не, ну, вот это нормально. Это такие упражнения, которые, действительно, которыми, ну, если вы играете джазовые стандарты, то этим нужно заниматься, действительно. То есть, играть эти последовательности, играть, там, всякие квартово-квинтовые круга, это понятно, и это действительно полезно. Это, в принципе, то, о чём я говорю. Игра фраз с перспективой на светлое будущее. То есть, то, что пригодится. Берёте, занимайтесь, и заодно... Ну, а студент должен приходить и играть вот эти фразы. Должен. Офорить это во время, да, этюд. Ну, да, поначалу, естественно, не сразу же получается импровизировать. То есть, поначалу, всё равно, вы занимаетесь заготовками. Ну, допустим, там, я могу несколько примеров показать. Допустим, L2-5-1. И 6. Допустим, такой. Можно начать с самого простого. Найти общие звуки. Пограда. КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас я очень просто и превентивно играл, чтобы было понятно. Как это объяснить, занимайтесь поначалу, если не получается импровизировать. Просто идет наработка, освоение общей гаммы, в данном случае Фа мажоре. Какие принципы? Есть какие-то некие принципы для того, чтобы это было красиво, например, все-таки искать основные тона это терция, прежде всего. Терция и септима, а не прима и квинта, потому что по ней вы не можете определить причастность к мажору или к минору. Поэтому можно крутиться вокруг терции, то есть можно делать такие упражнения. Вот я рекомендую, например, при игре линии приходить, например, вот, допустим, возьмем Фа мажорный блюз, 12 тактовый. То есть можно играть просто основные тона. Давай, да. Вот это основные тона, я все время перехожу. Си бемоль, Фа, Ре, соль, до, Фа, Ре, соль. Ну, допустим, сейчас терции. Си бемоль, Фа, Фа, Си бемоль, Фа, Ре, соль, до, Фа. Вот, такие упражнения можно делать. Это... В шагающем басе в опору у вас. Да, но это, вот в данном случае это упражнение, конечно, так, ну, не особо, это схематично очень. То есть я просто миксую. Вот давай в таком теме поиграем, и более быстрым, чтобы было более наглядно. Вот сейчас основные тона будут в стриме. Сейчас я буду играть и терции, и тоники, и квинты. Допустим. Квинта. 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 Квинта, квинта. Герцена. Допустим. Разные есть способы и от этого звучит интереснее просто, красивее И принцип тоже в шагающем басе Я все время громкость убираю Рука такая Сидел в руке? Да, да, да Стараться не топтаться на одних и тех же нотах Искать разные варианты подхода То есть не вот так вот Допустим, если фа-мажор мы начинаем Первый такт у нас фа-мажор, следующий такт си-бемоль обычно Ну или в пятом такте си-бемоль Обязательно он возникает в блюде В данном случае я играю в сетку, где во втором такте си-бемоль Поэтому если играть, например, по гамме Многие делают вот так Ну это, нет, может быть не все, конечно И может быть вы этого не делаете наверняка Но я на всякий случай как бы в общем говорю Это то, что можно? Да Вот, то есть это не очень Поэтому лучше искать разные варианты подхода Это хроматнику как раз привлекает сюда Конечно, да, потому что В данном случае в диатонике три ноты всего есть до си-бемоль А нужно четыре, потому что так четырех-четырех ноль Вот, поэтому Ну и включаем одну проходящую ноту между соль и ля-бекаром Между соль и ля-бекаром Соль диез проходящей То же самое здесь Ми-бемоль, ми-бекаром Вот в квинту пришли опять И опять в квинту пришли Вот так можно Это си-бемоль Чарли Паркер разработал эту историю Пришли в си-бемоль Вариантов много Вот, поэтому стараться просто играть более разнообразно Интересно Не топтаться на одной ноте И чтобы линия была плавная По голосоведению Чтобы не было сильных там Таких скачков серьезных Вот, собственно Чем я руководствуюсь И с фразами то же самое Я стараюсь играть мелодии Чтобы это не были прям голые ноты То есть, хотя бы взять какой-то мотив самый простой Вот опять же на примере Да, можно Да Вот давай блюд сыграем еще раз Сейчас начнем сыграть севку А потом попробую соусыграть Ребят, сыграю просто как бы голые ноты Постараюсь Просто выигрывать гармонию Ну да, если это звучит Сейчас я просто сразу хочу прокомментировать Это звучит так Ну, дубово очень Вот Это я просто использую сейчас гаммы Да? И особо, да Диатонические И Это звучит ну просто тупо То есть Гаммы человек играет Вот А лучше Как развивается соло Опять же это очень индивидуальный момент Все играют по-разному Но Мне нравится брать какой-то мотив С чего-то начинать Можно начать вообще с очень малого Давайте попробуем сразу Допустим Диатон 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот, но тут сложно объяснить, это немножко дело вкуса, потому что каждый, опять же, я говорю, лады всем известны, все используют по-разному, это уже зависит от внутренней музыкальности, от твоего внутреннего слуха, там, вот как ты именно поведёшь мелодию, куда ты её поведёшь. Вот, теоретически, вот как бы, что я сейчас использую. Ну, хорошо, получается, как твердая полочина, да? Да-да-да, да. А ещё немножко добавляет такой мелодию? Ну, добавляет, да. А? Немножечко, как бы, ледийская, да, такая? Ну, она не ледийская, это в мажоре, но это, в данном случае, это блюзовая нота, да. Ледийская, это вот. Это прямо ионистский лад мажорный, натуральный мажор, только с четвёртой, повышенной. Вот именно в мажорных аккордах я ледийский лад очень люблю. Больше всего, пожалуй, есть. А, показать? Да, а можешь мне прям, не мажор, нажать, пожалуйста, и держать его? Мэйдж, да, можно. Да, посмотрите. Ой, я не вижу тут ладо-образ. Вот он, чисто виден. По-разному, просто разыгрывайте. Вот, я очень много использую в мажорных аккордах ледийский лад. Мне очень нравится. Ну, тоже, опять же, его используют так же часто в мажоре, как в дарийске, в миноре. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok 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 и мёртвых нотов песни с Джонни Митчелл я никогда не могу на это вопрос ответить правда, я не знаю оно само это автоматически? правда, да, это автоматически это ещё очень большое разнообразие легато и камеру да, да я сначала занимался чтобы вот как раз играл упражнение чтобы развить квартальность в трёх пальцах потом что-то у меня так пошло из-за того, что я начал играть много легато в левой руке я его использую на самом деле больше то есть когда я играю переменные переменным штрихом фразы когда на каждую ноту у меня приходится я играю я играю всё-таки больше двумя пальцами это удобнее потому что порой перескакивать сложно именно с безымянного на средний через струну вот это сложно а если играть постоянно переменным штрихом тремя пальцами это обязательно произойдёт рано или поздно вот этот момент и в быстром темпе у меня лично не получается угаду получается поэтому я его использую эпизодически не всегда и особенно сильно я его использую когда я играю через струну что-то мне нравится вот это удобно играть тремя вот это удобно играть тремя удобно. Поэтому вот у меня каждый палец расположен на своей струне. Безымян у меня на это, в данном случае средний на средней струне. И указательный палец на первый, допустим, в рифе. Когда играю через октаву, я использую всегда третий палец. Вот. Это мне удобнее так играть. Но, к сожалению, я не могу этому обучить никого, потому что я не знаю. Ну, действительно, просто это... Я не следил за этим, и вот так получилось. У всех же есть мышечная память, и многие не знают, как они делают те или иные вещи. Я тоже не могу объяснить вот именно это. Все. Остальное могу почти. Продолжение предыдущего вопроса. У меня, конечно, не сильно интересует техники игры правой рукой. Вот, допустим, на одной ноге, если тебе нужно максимально быстро сыграть, ну, какой-то трехдольный, там, раз, два, три, раз, два, три, да? Как у тебя будет чередоваться? Треволь? Ты будешь? Треволь. Особенно? Не, ну я могу вот так играть? Что ты притяживаешься чередованием? Да, от безымянного кукла? Ну, конечно. Ну, здесь-то это удобно. Мне не нужно через струну скакать, если я играю. Ну, на самом деле... Четырехдольный, извините. Раньше я занимался, но сейчас я уже не уверен в такой серьезной целесообразности. Я занимался, чтобы приходили пальцы, приходились акценты на разные пальцы. Потому что четыре ноты я прямо выделял акценты. Но сейчас я понял, что это все-таки очень сложно, и я до сих пор так и не развел это. Ну, как бы до совершенства не довел. И есть, например, способ, когда вот мне бассейст один показывал мой друг Артем Тильдиков. Он мне показывал, что есть такой способ типа вот так играть. То есть безымянный, средний, безымянный, средний. Ну, у меня не получается, потому что я этим не занимался. Но это гораздо легче, на самом деле. Потому что акценты всегда приходят на одни и те же пальцы. Вот в этом удобстве. Прямо выделяйте. У меня не получается. Но это легче, чем вот так, чем чередовать. Зато будем универсальны вот этот способ. То есть я вот как раз сейчас стремлюсь на них смотреть с краски. А вот если бы у вас в практике где-то встретился такой рисунок, квартолем, да, 16-м, например? Ну. Я вот двумя играл. Двумя, да? Да. А можно первым инстритором? Такой типа? Двух пальцев вообще было, допустим, на такой момент, когда не мог быстрее играть? Вот до сих пор такой момент. Всю жизнь меня преследует. Ну, конечно. У всех же есть свой предел, да. Никогда не рассматривал. Никуда уж быстрее. Никогда не рассматривал. Никогда не рассматривал. Бывает такое. Один трек о альбоме Alcatrivel. Там вы используете, да? Не помню название. Песни, пьесы, но там вот был этот прием. Вы использовали. Вот такой? Да я, наверное, его использовал как... Трек о альбом. Они играют этой техникой фразы целые. Я так не могу. Я пытался заниматься, но у меня что-то не получается. Действительно. Не знаю почему. Вообще не получается. То есть. Там еще нужно руку вот так держать. Они вот так держат руку по классической. А я так вообще ничего не могу сыграть. То есть мне удобнее вот так вот, но это неправильно. Я играю так тремя пальцами. То есть я могу это использовать просто как тремоло. Не более того. Но я не могу играть фразы целые. Скажите, а вот... Вы же играли с Кюро. Да. У него атака менее интенсивная? Нет, я бы не сказал. Она... У всех меня интенсивная. Нет, нет. Она очень у него интенсивная. У него очень сильные пальцы, да. Но у него очень низко лежат струны. И он еще играет с рампой. Вот в чем дело. То есть вот с дощечкой. Дощечка, которая... А, ну он вообще пальцем. Да. Как на Фон Дерак на позицию. Не, 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 не. Это экран. Вы имеете ввиду. Струнами. Под струнами такая дощечка. Чтобы пальцы... Чтобы пальцы... Да. Мне это вот... Это разные техники. Мне это вообще неудобно. Но я не могу играть на басах с рампой. Поэтому я взял бас Адрина Ферро и ничего не смог сыграть. Мне сложно. Потому что я привык, что у меня палец утопает сильно. Даже бывает такое, что когда датчик стоит высоко на какой-нибудь гитаре, я либо его опускаю, либо беру другую гитару вообще. Потому что мне неудобно. Реально. У нас просто совсем разная техника с ним. Вообще разная. Он в принципе атакует не очень сильно. Но он делает так же как Гарри Виллис. Они просто делают громче себя. Да и все. Вот. Так что я не знаю. Я не знаю. Я раньше думал, что я такой крутой, что я так сильно рву струны. Но на самом деле это просто один из способов. И каждый выбирает наиболее удобно ему. Индивидуально. Я уже так привык играть. Поэтому это моя фишка. Где-то это хорошо. Может быть в роке. Это клево, когда подача. Да. Это даже ударная техника. Да. Ну вот мы там с Анейто играем песню. Хайер. Я там прямо рву. Ну то есть в этом смысле клево. Да и вообще нормально. Все нормально. У Адриана да, у него все равно очень мощно звучит. Не, он меньше усилия, я думаю, он прилагает. Но я говорю, потому что рампа, у него амплитуда гораздо меньше. Вот в чем дело. Да, и не хочет. Он как раз не может без рампы играть. А я не могу с ней играть. Разная техника. У него меньше амплитуда гораздо. Так же как у Гарри Виллиса. Он еле-еле. Не то что еле-еле. В смысле он. У него маленькая амплитуда именно. Движение пальцев. Но это ему не мешает. Сделал гейн погромче. Да и все. Играй. А я наоборот не могу. Когда гитара очень громко. Я немножко зажимаюсь. Потому что я привык атаковать сильно. И мне это как бы мне становится некомфортно. То есть я лучше себя сделаю потише, но буду больше высекать. Я просто так привык. Поэтому каждый выбирает то, что ему больше подходит. Вот все-таки поначалу, начальный этап Василиса играет. Им все-таки нужно квартульки отрабатывать? Или нет? Тремя именно? Потому что сейчас то вам не нужно. А поначалу. Был ли эффект такой? Был какой-то, да. У меня... Первая моя группа была. Я играл там спид метал вообще страшный. В очень быстрых темпах. Когда отжатия вообще речи никакой не было еще. Совсем. Вот и... Там я, да. Я играл тремя пальцами. Всякие трилогии маленькие. То, что я сейчас вообще не сыграю. То, что я сейчас сыграю двумя. Если буду это играть вообще когда-нибудь. А тогда я пилил прям тремя пальцами. То есть я делал упор на это. Занимался. И у меня получалось, да. Но сейчас я просто этим не занимаюсь. Я не занимаюсь переменным штрихом вообще. Потому что... Я выбрал легато из-за прикольного штриха. То есть мне нравится штрих легатный. Хотя... Переменным мне тоже нравится. Он звучит более эффектно. Более... Пончово так. То есть у Адрина из-за этого очень... Сол очень как бы звучат круто. Кажется, что он играет еще быстрее. Именно из-за переменного штриха. А я играю тоже довольно быстро. Но легато. Вот это все легато. Так... Попробую. Смотри на мелочи. А я горлю. У меня удалось. Да. Нет, у меня сейчас Oder. Убед. Попробую. Я... Убеду. Сейчас я так никогда не играю, это прям упражнение совсем, но я просто показываю именно делегатную технику, просто я так привык, всякие срывы прикольные, именно джазовый штрих Прикольно будет, получается типа По поводу джазового штриха, триольная пульсация с акцентом на последнюю долю, как в шагающем басе сохранить плавность басовой линии и акценты вот эти? При этом играть, да? При этом, конечно Ну, действительно, в последний момент ее цеплять просто, да и все И играть максимально, максимально легатно линию Приятно цепляешь это как-то так клево в грубе с барабачиком получается Спасибо Очень приятно Белые 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 Я не знаю на самом деле Мы просто не совсем там живем Ты специально этим не занимался именно? Ибо, например, туда, на восьмушку был последний акцент Ну да, как свинг Вопрос, как хорошо играть свинг Это примерно такой же вопрос, как хорошо играть вообще Свинга все-таки отдельный разговор Ну да, отдельный Сейчас я расскажу, хорошо, несколько принципов, которыми я руководствуюсь при игре свинга Прежде всего, это плавность голосоведения и плавность соединений нот между собой То есть это легато большое, одно легато от первой ноты до последней ноты Не вот так вот Как на контрабасах, вот с такими струнами от грифа Когда там Звучит, ну, бессустейно совсем Классический контрабасовый звук, но мне вот так Ну, на бас-гитаре мне так вообще не нравится играть На бас-гитаре это не звучит, короче Когда люди играют отрывисто в линию Но я утрированно показываю сейчас Надо следить за легато То есть прямо до самого конца додерживать ноту Я даже играю иногда легато Даже линию Особенно в быстрых темпах А вот Тревода тоже легато Тревода тоже легато Не вот так-то Вот, а именно... да, эй! А именно легато А по поводу триволи, последнюю восьмушку, я в самом конце просто добавляю. То есть это даже не совсем триволи, это ближе даже к шестнадцатой порой. То есть это что-то такое между... В медленных темпах это ближе к шестнадцатой, в быстрых уже триволи. Ну да, 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 согласен. То есть вот в таком темпе, давайте покажу. А все остальное легатор. Можно шестнадцатый использовать тоже. В триволи там как угодно. Вообще триволи. Кирилл. 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 По четыре, триволи. Да, неплохо. Вот. Что про эффекты рассказать? Про эффекты? Про примочки? Ой, мало что могу рассказать вообще, если честно. Ну как сказать? Я больше на себя полагаюсь, потому что на звукорежиссера полагаться это дело порой не очень благодарны. Ну нет, ну звукорежиссеры разные бывают. Бывают хорошие. Ну как музыканты и басисты, да. Атон, а вопрос к музыке относящиеся. А вот работа со звездами, как она работает, то есть не в плане музыкальном, а именно вот гастроли, репетиции, то есть вот насколько они помогают или мешают вообще вот в развитии? Такой компрометирующий вопрос. Ну понятно, нет. Надеюсь, Анита этого не увидит. Нет, я даже не снимаю. Нет, я имею ввиду, что существует... Я даже не снимаю. Да, и на стену, и вконтакте. Существует такое мнение, как бы и на форумах, и в журналах все, ну по крайней мере гитаристы, так как я сам гитарист, и я лучше, скажем, читаю именно гитарные интервью, и такие люди, как Четергофа, Малолетов и тот же Стародук, вот, они говорят, что вот, вы знаете, со звездами начинаешь стухать, начинаешь мозги чахнуть, то есть все такое прочее. Ну вот не знаю, мне, например, почему-то кажется, что музыканты наоборот в какой-то степени развиваются в плане... Организации. Ну я могу же, я понял, вопрос, да. Да, именно в плане организации и в плане, так скажем, минимализма необходимого. То есть вот музыканты вообще, ну, что басисты, что гитаристы, в принципе, и барабачки, делятся вот на две категории, я имею ввиду плохие. Это картошечники. Так. Это картошечники и трескуны. Я просто столкнулся с такой проблемой, мне периодически приходилось искать басиста и... И один либо такой, либо... Да, то есть приходит... А я, смотри, я вот тут тридцать... Да, и при этом до солен, не очень. Да. Да, я знаю. Проблема. Ну, чувак, а вот картошки-то ты умеешь... А нафига, ну вот круто. Нет, я понял, я прекрасно понял вопрос. Да, я могу сказать, что вот в 2005 году я первый раз попал в пол-коллектив Николая Носкова. И вот могу сказать, что именно такая была... для меня это была очень серьезная школа, действительно. Потому что я был как раз трескун, вот из тех. Ну, я играл там в момент всего пять лет. Я начал в 2000 году играть на басу. Вот, и... Я играл очень, очень быстро. Сколько лет? Мне? 28. Простите. За что? То есть я как раз пришел вот к Носкову и... Столько было ошибок. Во-первых, я играл много. Много лишнего. То есть в этой музыке нельзя играть много лишнего. Совсем. Ну да. Да, согласен. А можно я договорю? Сейчас, и вопрос потом. Потому что есть что сказать по этому поводу. То есть я играл все время брейки. В общем, я играл все, что я знал. Вот что я назанимался вот к тому моменту. Я все показывал вообще. Вот, посмотрите, да. Как раз тот... Да, у некоторых это просто не проходит. Вот что плохо. У меня быстро прошло. У меня быстро прошло, потому что Коля... Взрослые дяди. Хорошо. И дополнительный... Он мне сказал просто... Не, ну то есть как бы... Можно я все-таки дорасскажу? То есть он меня научил именно... Ну и вообще коллектив его. Там очень хорошие музыканты в тот момент играли. Вот. И они мне просто объяснили, что нельзя так как бы... Играть нужно играть минимально. Очень по делу. Очень важны длительности. Тоже очень важны. То есть не просто играть ноты, а выдерживать до самого конца. Вот. Давай, постараюсь, играем. Я покажу по полу длительности. Это важный момент. Очень. И покажу еще одну ошибку, которую делают многие. А давай, кстати... Сейчас. Ну, неважно, в общем. Типа... Ну, в таком темпе, да. Бит просто. Покажу небрежную игру сначала. Обык. Не шафл. Самый простой пример. Вот фишка. Снимать прям в малый барабан. Ровно. Вообще. Не раньше и не позже. Сам шафл главный сыграл. Не передерживать. И вот еще такая. То же самое. Давай сыграем. Прям то же самое. Зайдем. Так. Снимать в малый барабан. Но как снимать? Многие снимают вот так. То есть, получается, второй малый барабан. Вот это лажа. Так нельзя. Вот это плохо. Снимать надо очень аккуратно. Прям. Раз. И заглушил. Прям в этот момент. Не надо ничего помогать тебе. Не надо там бить руками по грифу. Или. Прямо снял и заглушил. В этот момент. Вот так. Раз. Чуть руку левую опустил. Здесь заглушил правую руку. И вот так вот. Это можно играть, когда один играешь. Типа. Но когда ты играешь с барабанщиком, это не очень. Уже есть малый барабан. Не нужен второй. Особенно в бас-гитаре. Который звучит в порталах просто треском. Потому что, опять же, Носков. Мы сыграем первый концерт там в Хиве какой-то. Один из первых концертов с моим участием. Он мне говорит, ну типа Антон, вообще все. Плохо. Я говорю, да ладно, плохо. Я такой, обиделся. Ну ты послушай, как ты играешь. А там песня. Я вот так играл прям. То есть меня научили снимать малый барабан. Но снимал я вот таким образом. А так нельзя снимать. Надо снимать бесшумно. Тихо. Вот это важный момент. И вот это большой плюс при игре со звездами, я считаю. С поп-звездами. То есть ты учишься играть такую музыку. Это не значит, что я забыл то, что я умею. Я просто научился разграничивать. То есть если я играю поп-су, то я не играю там ничего лишнего. Не играю никаких брейков своих и страшных приемов. Там джазовых фраз и прочего. Я играю то, что там нужно. А в джазе я играю то, что нужно в джазе. Ну это понятно. Просто тут момент какой-то. Тот же малолетов говорит, что вот пока вы играете со звездами, кто-то там за вашей спиной учится и играет там уже. То есть вы теряете время. Это тоже правда. Это тоже правда. Но у меня никогда не было такого, чтобы я играл просто только со звездами. Я постоянно играю в миллионах проектах, вообще разных. Совершенно. И в джазовых, и в фанковых, и в роковых. Но это тоже является плюсом большим. Огромным. Конечно. Надо играть везде. Стараться играть много вообще. С разными музыкантами. Стараться быть гибким. Стараться играть в разные стили и так далее. А на свое творчество как это влияет? На свое? На музыкантность там такая, да. Как? Еще раз. Ну вот в разных группах, разных коллективах играть. На свое творчество, ну в итоге. Положительно, конечно. Я же набираюсь опыта со всеми вообще. Вот с кем бы я ни играл, я от всех что-то беру. Если есть что взять, конечно. Вот ты говорила как-то опять, процитирую плюс-минус, да. Чем больше объем информации, тем... Легче запоминать новое. Да. Совершенно верно. В экстремальном, да, получается, режиме? Очень вообще. Но мозг работает, и это хорошо. Он должен работать, пока он работает. Вот здесь я вытеклил этот кусок, он вот так запоминает. Либо он потом что-то играешь, и потом анализируешь. А где-то там, наверное, из-за того, что где-то новое. Или игра в этом месте. Ну то есть... Не очень прям. Анализируешь, да? Что это, вот, ты для себя что-то новое нашел? Да... Да по-разному. Это, наверное, подсознательно, действительно. Подсознательно. Подсознательно, конечно. Это просто опыт, опыт. Опыт – это важная вещь, которую, к сожалению, никак не нагонишь. То есть, прямо должно пройти время, и все. То есть, сколько бы ты ни занимался, по 20 часов в сутки, это будет бесполезно. Все равно тут должны годы проходить, для того, чтобы ты заиграл. Другого пути нет. Извини, очень важный момент. Как в итоге, вот, опыт накопил, да, какой-то, например, как уйти от того, кто-то играет в твоих фумирах. Очень для всех, я думаю... Как уйти и как? От чего? От того, что играли в фумирах. А-а-а. Что ты кусок сыграл, там, ну, в моем случае это Iron Maiden, но правильнее не говорим. Это любое, да? Неплохо. Да. Ну, я понял. Ну, это как раз то, о чем я говорил в самом начале. Стараться все-таки не сидеть плотно на каком-то исполнителе. Вот у барабанщиков у многих такая проблема. Кто-то там, выбирайте Вейкла, самый распространенный, да, вариант, наверное. Все играют под Вейкла, только хуже. Вот в чем дело. Никто не играет лучше Вейкла под Вейкла. И никто не играет так же, как он. Играют только хуже, а это путь в никуда. Лучше стараться открывать себя. Поэтому не нужно зарубаться сильно на каких-то, на своих кумирах. Вот у меня есть тоже кумир, там, Адрин Феррой вот сейчас. Я стараюсь все равно, я все равно, во-первых, не буду играть похоже на него. Но мне, да, я ему восхищаюсь, мне он безумно нравится. Но я не буду сидеть и снимать его фразы и играть их в ноль. Потому что это уже есть Адрин Феррой, не нужно этого. Нужно стараться. Неизбежно, что ты где-то сыграешь. Ты поймешь просто, что я играю как он. Ну, где-то, может быть. Ну, где-то проскакивает, да, допустим. Ну, вот поэтому надо себя развивать. Надо слушать много разной музыки, много разных исполнителей. И стараться все, в принципе, все музыканты, даже те же самые великие, на которых все молятся, они все тоже друг друга слушали и каждый друг у друга немножко подворовывал что-то. Все слушали из них Пасториус, во всяком случае. Но не все же играют как Пасториус. Виктор Гутон тоже, его кумир это Пасториус. Там у Ферро кумир это Пасториус. Но они совсем имеют вообще разные стили все эти люди, абсолютно. Потому что все занимались собой. Исходя вот из вышесказанного, верно ли то, что чем большее количество музыки и музыкантов ты слушаешь, тем из более мелких кусков состоит вот эта мозаичная игра? То есть, если ты слушаешь дух музыканта, у тебя твоя игра половина того, половина сего. Ну, не то, что, да, половина. Это немножко грубо, но да, согласен. Да, то есть, чем больше... Конечно, тем больше ты можешь скрыть то, что ты украл. Что-то. Вот я об этом так слышу. Да, конечно. Но я просто слушал не только басистов. И басистов я вообще немного слушаю, потому что мне мало кто нравится. Вопрос на эту тему. То есть, у меня все время возникало... Надо слушать всех. Буквально сегодня, вернее, вчера, говорю, мне там пацаны знакомые гитаристы. Я говорю, вот приезжает Антон Доведянцев, хороший басист, значит, один из лучших в России. Ну, не, вот гитарист бы приехал. Я говорю, ну... Ну, кто же вариант? Я вот безумно люблю слушать все, и гитаристы. Наоборот, и гитаристов даже уже и не особо люблю. Правильно. Можно с хаппой посидеть, выбить. Кстати. Вариант. Барабанщиков на самом деле, у меня просто страсть какая-то дурная с детства на барабанах. Да, ничего дурного, кстати. Нет, я имею в виду, что для общего разнообразия, то есть, как-то, ну, все равно, музыкант должен мыслить именно как композитор. Конечно. То есть, именно композиторское мышление развивается, но только технику. Конечно, если вы хотите научиться импровизировать, то уж точно лучше слушать саксофонистов или пианистов, кого угодно, но только не басистов. Басисты самые слабые солисты, всегда. Есть среди них только немного, даже среди фермачей, которые действительно очень интересно и круто играют. Все равно это такая клишеобразная игра, по большей части. Поэтому лучше развиваться. А басисты, именно, немножко, ну, некоторые просто грубо будут, ну, ограничены в том смысле, что они зарубаются сильно. Вот выбрали себе Маркус Миллер, ааа, все, сейчас буду снимать вообще, и будет плохо получаться все равно. А будет плохо получаться обязательно, если люди не будут никого больше слушать. Надо слушать всех. Если выбрался джазовый стиль, то, там, или фанковый, но послушай хотя бы, послушай разные группы, послушай разных исполнителей. Возьми, как бы, понемножечку от того, вот сегодня ничего страшного не будет. Ну, и насчет стиля, мне кажется, то же самое. То есть, не стоит зарубаться, вот, в один стиль. Ну, вот это, на самом деле, я тоже так считаю, но все-таки люди разные, вот, и если ты очень хорош в своем стиле, это клево. А вот если ты даже в своем, в одном стиле, то это уже не очень. Ну, если не получается. Мне нравится слушать все, да, вот прям все нравится, почти. Вот, предпочтение для вас, вот, самый разнообразный в плане современных музыкальных стилей, которые встречаются, какой бы вы увидели вот так вот, вот, очень... Ну, мне нравится фьюжн, конечно, больше всего, да. А что все слушаете фьюжн? Нет, нет, не нужно слушать фьюжн, не обязательно, это будет... Кстати, это так беже обезголоски. Понятно. Понятно. Самых, совершенно верно, самых невостребованных жанров вообще. Хотя для музыкрандов он является... Да, я все бьюсь вот до сих пор тоже, пытаюсь что-то... Да, мне интересно, потому что я этим занимаюсь, конечно, мне интересно, ну, эклектика в хорошем смысле, мне интересно сочетание разного, вот. И, конечно, мне интересно, интересно сложная музыка, вот. Я понимаю, что это очень... Чем я больше занимаюсь, чем я больше погружаюсь в это, тем я дальше становлюсь от народа, я это прекрасно понимаю. Ну, ничего тут не сделать, я как бы музыкант, и... Ну, не могу их слушать... Ну, да, ну, конечно, это понятно, я их тоже понимаю прекрасно, потому что я тоже такой был, когда я взял бас-гитару, я вообще ничего не понял. Особенно, когда я джаз услышал, думаю, что это вообще, что за стиль такой ужасный, вообще ничего не понятно, что они там играют. Когда я начал плотно им заниматься, когда я много начал заниматься. Да, не хочу, но надо, потому что меня заставляли, я поступил в училище просто, в джазовое, и там не преподавали нирвану, а я любил нирвану, металлику тоже не преподавали. Пришлось играть стандарты. Если честно, очень мало. Оно мне дало толчок, первый курс был полезен для меня, потому что я был вообще ноль, но я совсем, 2000 году вообще ничего не знал, единственное, я немножко научился владеть бас-гитарой, то есть технически я чего-то уже мог сыграть, но что я играл, я вообще не понимал, ни линии строить, ни соло, там вообще ничего, и со мной занимался очень хороший преподаватель Валерий Павлович Милёкин, такое есть у нас в куче. В Москве мощный педагог вообще по ансамблю, и он со мной занимался гармонией, мы с ним с самого начала разбирали цифровки джазовые, он мне рассказывал строение аккордов и так далее, как строить басовые линии, как строить соло, вот, и через это я начал втягиваться, потому что я начал понимать просто, что происходит, а-а, оказывается это интересно, и чем больше я начал этим заниматься, чем больше я этим занимался, тем больше мне становилось интересно. Какой школьный? Общеобразовательный школьный? Где на баяне играть? Я имею в виду всё учили, что музыкальное, театрическое образование, да всё зависит от самого человека. От человека зависит, да, от многого зависит, от педагогов зависит, но, к сожалению, с педагогами у нас немножко беда вообще в России, потому что... Если умеют играть, не умеют учить, не наоборот. Не, ну не всегда, я так не считаю, если честно. Кстати, когда к нам приезжал Яков? Да. Он очень как бы рекламировал, говорит, у тебя ростон у нас везде преподавал, ты вообще как бы не задумывался, там потом, в будущем? Нет, конечно, за 3000 рублей в месяц, что ли? Нет. Не нужна мне эта трудовая книжка с начислениями, зачем? Я надеюсь, я буду до конца играть уже. Значит, такой вопрос. Я не уповаю на пенсию. Ну, везде там... К тому же я не уверен, что я буду здесь жить. Ну, понятно. Вот, допустим, он скажу, везде, тем известно, что ты играешь со всеми в Москве, там, и со пределами. Почему, допустим, выбирают именно тебя, допустим, или другого, там, Заволокина, Тихникова? Нет, ну, их тоже выбирают очень многие. Ну, почему ты играть чаще? Не, не чаще, это так кажется. Один играет у Лепса, второй играет у Ёлки. Нет, у Лепса не играет в Заволокин. Лебедев играет, Леша такой, басист у Лепса. Нет, Заволокин, они оба очень востребованные, Заволокин очень востребованные. С ним играют те, кто не играет со мной. Кстати, встречный вопрос на эту тему. Нет, все нормально, всем всего хватает. То есть мы не деремся там за одну какую-то работу. Все занимаются своим делом, все хорошо. Слышный вопрос именно на эту тему. А по какому принципу отбирают музыкантов? То есть, ну, приходит Лепса и говорит, так, у меня будешь играть ты, ты, и я, и я. А ты вообще мутар. Бывает и так, да. Опять же, очень зависит от самой звезды. Потому что, ну, как бы, многие из них, ну, как бы, не очень компетентны в смысле вообще выбора музыкантов. Они, потому что, ну, это вообще другая для них история совсем. Они берут, часто берут из-за внешнего вида, например. Ну, это типа Киркурова. Да. Просто в стенку. Дисциплина там. Разные. Именно из-за профессионализма берут очень мало людей вообще. То есть, благодаря их заслугам. Потому что многие музыканты, ну, совсем не играющие у звезды, работают. Вот. И неважно. То есть, я никому не могу, ни Аните, доказать там. Ни Носкова не мог, что я, как бы, что-то еще, там, вроде игра. Я подарил Аните Диск Импакт Фьюз. Вот что-то, по-моему, она… Его еще пока не послушал. Ну, то есть, они другие люди, они занимаются другими вещами совсем. Поэтому… Понятно, что не они сами этим занимаются. Социальные менеджеры по набору… Не, они тоже, как бы, они слушают, но они не очень понимают, ну, что происходит. Хорошо. По-другому перефразирую. Что нужно, чтобы не вылить? Ну, не косячить. Не вести себя плохо. Не вести себя плохо, да. Ну, много… Ну, да, в основном, все-таки, дисциплина, прежде всего. Прежде всего. Не кухать? Да, именно. Не кухать можно, но так, чтобы… Ну, так, чтобы не вредило… Да, не разрушилось, да. Чтобы носы были на месте у людей. У всех. Вот. Ну, да, потому что, ну, как бы, музыка-то очень несложная, именно для исполнения у большинства из наших звезд. Поэтому, в принципе, все справляются. И игра является не главным фактором в этом смысле. Именно владение инструментом. Да. Ну, вот. Вопросы по поводу еще… Да. А вот взаимодействие с барабанщиком, груди, примерно, при игре с классом? Угу. С удовольствием. Чего-нибудь покажу. Занимодействие. Ну, я слушаю бочку, малый. Ну, малый, в принципе, чего слушать. Он обычно 2-4 играет. Как правило. Как правило, да. Ну, вот… По-разному. Нет. Смотря что мы можем сейчас поиграть и в 16-й пульсации, и в шаффловой. Как угодно. Поиграй. Вот нас чинить что-нибудь, и я буду по тебе что-нибудь тоже играть. Ну, в данном случае, то есть, как бы я сразу слышал, что Денис играет ногой. То есть, я могу уже выбрать восьмая точка 16-я, чтобы попадать с бочкой. Как вариант. Это у меня основной рисунок, а внутри я могу вместить что угодно. Следую. Тут repent. И когда мы у вас с вами на horses, то есть и имя будут перескать. Так вот. Редактор с теми-чанкой. Тестанка. Идpirан. Нет. Гара. Исн. И удар. У я, я всё. Это частная ш Carr фак. В данном случае можно играть всё, что угодно, тремя. То есть я мешать теницу не буду, с этими 16-ыми я могу эти 16-ые играть как угодно. Тоже можно. Ой, стой я. Я могу в тревоге даже играть, тоже нормально будет. Главное. Сейчас я понял, что тебя заинтересовало, да? Главное играть ровно, стараться. Меня всё заинтересовало. А можно раз по грубам? А? По грубам, хотел спросить, вот, именно если пальцевые грубы, FUNFUSION, какие басы на тебя повлияли? Когда именно нужно не целого, а какой-то очень качёвый груб? Да много, много. Гарри Грейнджер. Вот первый, кто приходит на ум. Мне очень нравится. Он играет, может быть, не все знают. С Джоном Скофилдом, он записал самые мощные в альбомы. Самый, наши любимые как раз. Денисом Чемберсон. Вот он, кстати, в Москве был недавно с Чемберсом тоже. Вот это очень серьёзный басист. Но он со Сеоном и много с кем играл тоже. Ну, Маркус Миллер мне нравится очень, конечно. Да и Вутон мне нравится. Мне нравятся все. Все басисты, которые нравятся всем. Ничего тут нового нет. Все повлияли понемножку. Францис Рока Престия, кстати, тоже мне очень нравится. Из Tower of Power, который играет. Мьютон, всё. Допустим, там есть такая песня. Давайте сыграем. Common Visit. Не знаешь песню? Да. Да это всё так вот. Корректор А.Кулакова Прикольная техника, он глушит вот так, вот такое у него глушение Он часто играет вот так, он глушит этими пальцами То есть вот у него палец берет ноту, а эти пальцы у него глушат ноту Чуть-чуть он их кладет сюда Кстати, вот давай в таком тэпе сыграем, сейчас я покажу, это очень круто звучит Я тоже иногда использую быстро каких-то рисунок Так, не будем зарубаться сильно, один из способов Вот, это мне нравится очень Да, типа того А, мьют смысле? Да, да, типа того Но только, единственное, сложно что-то сыграть левую уже, потому что ты играешь все одним пальцем Но если успеваешь, то очень хорошо Ну, то есть фразы сложно, конечно, то есть невозможно вообще играть фразы А рисунки такие Их можно играть, да Один из приемов просто, да Третий, не, не безымянный, средний Ну вот, основная история вот такая Я просто кварталями занимался Да По-разному, не, 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 это кисть, это просто кисть, кисть, да Медленно вот так Вот так вот Ультрированно вот так вот Ни в коем случае не рука Мне вот так вот Не знаю, мне что-то не нравится У школы сейчас она вот как раз совсем Может быть Прошу прощения Просто у него там упражнения совсем какие-то примитивные Правда Я играю кистью, все За исключением очень быстрых темпов Когда быстрый темп, я немножко добавляю руки Когда не справляется уже кисть Но это, да, но это редко То есть обычно я все играю в кисть Вот это кисть И безоткоп на проникающую Сопоры на следующую струну Все проникающие Да, с опорой на следующую струну И подцепа Тут главное, чтобы одинаково ровно звучали ноты Чтобы не было такого, что одна тиша, а другая громче Динамически и ритмически, чтобы ровно они были Начинайте сначала ровно, медленно Чтобы выровнять эти движения И чтобы работать кисть Вот просто кисть Вот триоля Такая основная штука, которой я пользуюсь постоянно Тоже такое вращательное движение Да, конечно Тоже самое Просто с двумя Немножко сложнее, кстати Чтобы ровно получалось Ну так я редко играю Больше использую Как форшлаги Давай в таком-то металле Играет музыка Играет музыка Или, допустим Убираю группу, видите? И получается так Допустим Играет музыка Играет музыка Для построения мотивов Когда мелодические моменты Играет музыка Да, дарийский лад, металтоник Ну если в ми А в ми это чаще всего Когда шара Как сейчас Там всякие секунды Да Ну разное То же самое Почти что и пальцами Только не все можно сыграть слэпом Я не все могу Алон Корун У него другая техника Он играет прям фразы слэпом А я больше его использую Как для рифов Для Ну для грува Я не играю соло Именно слэпом Прямо соло такие Давайте то же самое Побыстрее сыграем Раза в полтора Сейчас покажу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok По всякому Палец убил почти уже Я играю очень много Так же в одну сторону Я на самом деле Это использую Именно как фаршлаги Я не играю Что-то основное Главное играть мощно Сильно И Вот Всякие Вот эти штуки Я играю их в одну сторону Они звучат гораздо То есть не вот так вот А именно запеваю прям Да, и просто на этом мощнее Потому что не получится С такой сильной атакой сыграть Этим приемом Это больше для мелочей таких Да 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 У нас там происходило Ну всегда по-разному Опять же Но в данном случае подклик Да А мы просто как писали альбом Частями То есть мы с Федей сделали Как бы бэкин трек Минус Вот И да, минус Шмидту ставили Прямо на студию Фрагменты Там 8 Так-то допустим Он их запоминал Играл Потом переступали к следующему Вот так вот Так записывал С Денисом Когда мы записывались Мы Записали все В одной комнате Вместе Таким образом Барабаны мы записали То есть мы записали И гитары И бас И барабаны Но оставили Только барабаны И потом мы с Федей Переиграли Под барабаны уже Я бы кстати Тоже кое-чё переиграл Кстати, да? Была бы такая возможность Но с барабанами Сложнее Если не сыграл То все уже А? А клика не было Нет, когда мы с Денисом Нет Не было Как вы играете С традиционными машинами Да Ой, да Очень просто Вот так? Не знаю Вот как бы Нет, нет, нет Вот не пью Прямо мелодии А, вот так? А, да Такой способ Я, кстати, мало видел Кто так играет Потому что Многие играют вот так Я по сторис играл вот так С большим пальцем Но у меня так что-то Я не начал так заниматься Мне стало Ну, конечно, мне это неудобно Потому что я просто Не уделил этому времени Вот это? Нет Вот это Вот это? Вот это с гитарой, да? Ну, да Я не знал даже На самом деле Это шара тоже Если вот признаюсь вам честно То есть Я Сначала что-то изучал Там В каких именно местах Какие флэджеры Потом понял Что Включаешь просто Бриджевый датчик Играешь максимально близко Вот сюда И звучит Круто В любом случае Да Нет Любой вообще То есть Вот смотрите Допустим Я играю фразу Звучит же А тут шара полная происходит То есть Потому что Есть Допустим Вот 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 именно эта нота Соответственно Чтобы сыграть следующую Мне надо подвинуть сюда Пальцы чуть-чуть Вот Как бы Я не могу даже Здесь уже сложно То есть Надо все время Двигать руку Это очень сложно Ну Запоминать эти положения Я не стал этим Заморачиваться Вообще Это больше Как эффект По поводу игры Там же невозможно Додерживать ноту Достаточно Как Как Неправить Мьют Ну И не нужно Как бы На том Мьют Там уже Обароман Давай поиграем Медленный Таймпед Таком Таймпед 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 Нет Додерживаются Стои Я просто Сразу Можно Потом Побыстрее Комментарии Берут Сразу Я не глушу Вот так Вот вообще Чуть-чуть Чтобы именно Этой Штрих Больше Такая нота Но она Нормально Звучит Я чуть-чуть Прижимаю к кисти Так Она может Звучать Так Таймпед 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Многие музыканты не только барабанщиков, но и басистов, но обычно опеняют на ритм-секцию. Есть болезнь, когда выходит на сцену, темп не ускорения, а просто темп заведомо на 10, на 20 пемов быстрее. У плавишников такая беда бывает. У всех бывает? У всех бывает, и у всех бывает всё. То есть вообще любой вариант. И медленнее, и быстрее, и каждый так по-своему хороший тоже бывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас нормально, в принципе, сидим. А, в начале? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кажется, что всё медленно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот что Денис может сказать на этот счёт. И громко. И громко, да, и неприятно всё вообще. Не знаю, я не обращал внимания. Я просто помню, что... Впрочем, я и сейчас играю прям не идеально ровно. Я не метроном, и не робот. Я как бы работаю по-прежнему над этим ещё. Вот. А вначале просто было всё очень неровно. Просто тупо неровно. И всё. А если барабанщик неровный, то это вообще катастрофа. Ну, мне повезло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На сцене начинают быстро гать из-за того, что мозг начинает быстро соображать. У тебя и адреналин. Адреналин ещё, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Адреналин, да. Ну, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, это и вопрос. Да, действительно. А, я понял, понял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Адреналин, согласен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потому что порой кажется... Вроде... Кажется, что нормально играли вроде. Вроде не быстро, а потом слушаешь студийную версию той же песни, к примеру. Она в полтора раза медленнее. Оказалось, что в том же. Да, есть такое, действительно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В работе с пот-звёздами как-то это... В работе с пот-звёздами используется клик всегда. Поэтому там никак уж против не пойдёшь. А? Да, из порталов прямо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Громко так. Ну, конечно, только у барабанщика. У бедного ему приходится слушать. Я говорил, что ты никогда по экономике занимаешься. Это всегда струнные барабанщики. Да, это правда, потому что... Насколько важно, насколько на становление музыкантов влияет, с кем играть? Уф. Собственно, это и влияет на становление. Именно. Именно это. Диван не влияет никак. То есть, если занимаешься дома, это очень... Ну, такой, не то, что путь никуда. Это тоже нужно, потому что ты должен свои индивидуальные вопросы решать. Но ты никогда не научишься по-серьёзному играть, если ты будешь только один заниматься. Ты один занимаешься только владением, только техникой. А всем остальным ты занимаешься с людьми. Музыкальностью, грубом, взаимодействием с музыкантами, диалогами и всем прочим. Но всё равно, что учите английский язык где-нибудь там, где вообще никто ни разу... То есть, даже нет возможности послушать, как он звучит, а просто учить по учебникам. Это то же самое. Нужно общаться, нужно разговаривать на этом языке. То же самое, на музыкальном языке нужно общаться с музыкантами. И желательно с хорошими. То есть, чем лучше выбирать себе сильнее музыкантов, чем ты есть сам. И тогда ты будешь тянуться к ним. Не важно, что они будут тебя пинать, ругать и всё такое. Меня пинали тоже. Ничего. Нет, если есть такая возможность. Понятно, что она не у всех, к сожалению, есть. Что? Да, сразу практически. В 2002-м я уже везде играл. В Underground надо пробиваться? Да, там всё просто. Я про всё. Нет, в 2000-м я уже играл, да, в принципе, сразу. Я быстро научился. Если ты ощущаешь на тебе, точнее, ты ощущаешь, подскажи, пульс к бас-гитаре и к барабану интересным. Ну, то есть, пульс к вокальной, там, в профессии можно сказать, к гитарной, чего-то можно отличить, да? Ну, удалённо. Отсюда есть, как наявка. А к бас-гитаре интерес повышается, повышается, и к барабану тоже интересный. Слушайте, вопрос к барабанчику? Или у меня отношение к барабану? Нет, нет, нет. Такой к басу к барабану с появлением драмбейса твою. Нет. У меня? А, у людей, у аудитории. А, понял, сори. Да не особо. По-моему. Мне кажется, музыкантов стало больше. Музыкантов стало больше, да, это точно. И хороших музыкантов становится больше. Молодые ребята появляются очень сильные. Вообще молодые. В мире всё просто логично. Но насколько вот это состоят, что с моей колокольной видно, да, там, начало 90-х декарная музыка, и, можно сказать, но я уже посмотрю на 90-х декарная музыка, но я даже взял, что народ стал, ну, как понимаешь, как кембутом. ну как народ это музыканты стали понимать музыкантов стало больше которые интересуются не вроде повышается но как-то не сильно повышается то если честно вот я сейчас был на базды в санкт-петербурге там хедлайнером был я и был женя федоров из текел джаз я уже думал уже не это должен собрать людей как быть текел джаз это очень старинная группа питерская много у нее фанатов я сам был фанатом текел джаз когда был маленький я помню это время а тут мы с ним играли и было еще много хороших довольно бас-гитаристов и из санкт-петербурга и из челябинска молодой парень антон чербаков очень хороший вот ну ничего было 300 человек 300 потому что 200 были на шару то есть 100 человек прошло по билетам это это не особо можно назвать спросом на бас-гитару при учитывая рекламу этого мероприятия за полгода до его проведения то есть 300 это максимум что можно сделать ну конечно кому это интересно слаб слушать 6 часов подряд причем причем не всего и да я понял чем не особо хороший иногда есть много разных движений этом сайте даже не было за 12 лет не раз но знаю даже не конечно да не но это все происходит но все равно на таком уровне это уровень андеграунда в любом случае конечно не больше совершенно верно растет растет и поэтому и появляются музыканты постоянно новые конечно медленно пройдет еще лет 50 может быть у нас заиграют даже я сам с этим сталкивался постоянно до сих пор вот так расстояние тут дыра короче сейчас поеду в москву тут вообще нереально что-то добиться сейчас приеду в москву и вот и вот у меня двери открыты везде ну да это проще совершенно верно нет не то что давно конечно дело в том что да я понимаю прекрасно не они тоже права отчасти потому что они ожидали одного получили совсем другое то есть на самом деле все очень сложно и даже москвичам мне повезло в том смысле что да я не плачу за квартиру вот и не снимаю квартиру а все остальное всего остальное тоже добивался тоже как все то есть это не тут нет да никак конечно если ты хороший музыкант если ты найдешь или если у тебя есть стимул такой огромный город что там столько работает каждый может найти себе под своим заслугам еще один надо стараться просто вот вопросик маленький на сколько в этом плане влияет город в плане чего именно ну в плане вот чего-то добиться в москве вот да никак не влияет особо вообще не влияет ну это просто если чё по 50 лет он приехал ну если он играет почему нет конечно ну просто да в принципе да я думаю ну просто если вот он не играет в 50 лет то это уже сложнее ну это клиник да это просто ну это невозможно поэтому конечно молодым ребятам проще потому что во первых молодые ребята горят еще они хотят они не устали от жизни там они хотят чего-то они готовы там жертвовать многим но все равно добиваться своей цели а людям там постарше даже 30-летние уже устают реально да так я тоже вот приближаюсь уже к 30-летнему рубежу ты что-то уже подустал немного да ну не просто да постоянно биться биться и получать такой маленький маленький фидбэк ну да потом а потом вся голова в шишках она начинает биться а там уже и стенки то нет ахахаха да если я буду головой биться да на стенки не будет да я без родничка родился у меня череп очень прочный ахахахаха ребят нам надо наверно потихонечку сыграть сегодня на посошок да кстати слабую там еще не было бы большого было? болей не было очень мало сейчас я подумаю чтобы сыграть такого не было с лэпом ходить нет нет просто сложнее сложнее? так так Один? Один поиграть? Одному? А, хорошо, исправим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 КОНЕЦ 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 Спасибо за интересный вопрос, за общение, за теплый прием. Мы еще вернемся. Приходите завтра на концерт, а не доцелуй, если хотите. Но там еще, кстати, там нормально. Звук будет хороший. Играть будем нормально. Играть будем неплохо, да. Спасибо. До скорых встреч. До новых. Спасибо. Конечно, отломал, отломал. Нет, нет. Спасибо. Спасибо. До новых встреч. Олег, шли. Сейчас впервые, я не залюблю. Продолжение следует...